всем привет значит по неоднократным вашим просьбам провожу сравнение пил пил садовых но которые нередко используются как туристические походные автомобильные пилы пила фискарс sv75 пила бака лаплендер и пила силки комбой прошу прощения если слышны звуки каких-то газонок осилок бензопил этого подобного я нахожусь на даче и кстати вот я сейчас подумал как вариант я недавно снимал сравнение топора фискарс и ганза здесь еще есть топорик ганза давайте и пилку под топорик и ганза тоже сравним почему сравним это пила конечно же не складная мы не будем сравнивать как она складывается но мы сравним скажем ее рез и ее размеры потому что это тоже пилу можно использовать ну и так точнее то что можно она подразумевается она подразумевается использование этой пилы как пила для аутдора для походов для выживания значит давайте начнем по порядку первая пила самая первая пила которая у меня появилась из такого плана не говоря в артистам советские пилы которые были на даче которые покупали мои там еще деды вот а первая пила которую я купил именно для аудора это пила бака лаплендер то есть это чистый швед чистый оригинал кстати все пилы оригинальные бака швед фискарс финляндия силки япония ну это китай естественно ганза вот значит первая же пила которую я купил я купил ее еще вроде как только вот вышел на youtube но идея у меня была и как в минске их было купить невозможно я ее заказывал мне привезли вот я насмотрелся видео рея мирса и вот загорелся идея купить эту пилу я этой пилой был доволен пила удобно лежит в руке вот ну и естественно где-то напилить каких-то травишек для для костра очень удобно но через какое-то время по рекомендациям моих зрителей подписчиков и вообще насмотревшись ютуба и попробовав топор фискарс собственно говоря вот этот топор здесь прямо-таки стоит маленький мне вообще компания очень понравилась я решил приобрести вот эту пилу то есть фискарс с в 75 все есть на ю тубе обзоры все кстати этой пилой пилила даже в видео моя жена то есть я специально дал ей чтобы она попробовала вот ну она сама любит иногда пильнуть травишек где-то в аудоре ей это просто нравится ну и для того чтобы одновременно был как бы независимый взгляд вот пила это зажимается винтом барашком выдвигается насколько может быть нужно ну сразу скажу как видите карабин если мы эту пилу где-то будем подвешивать там скажем за одежду какую-то лямку даже банально какой-то темляк для того чтобы пила не выпала из рук об этом я буду говорить немножко позднее у нас же карабина этот прячется зато у нас выдвигается здоровенное лезвие которое в принципе на всю длину этой пилы вот но одновременно пила и так как вы видите самая большая из этих всех вот естественно эту пилу где-то надо хранить и благодаря ее размерам вот конечно у нее хорошая ухватистая рукоятка но она толстенькая эта рукоятка толстая и она менее удобно чем все эти пилы вот но одновременно среди насколько она больше пилы бака и пила которая появилась у меня предпоследняя самая последняя появилась пила ганзер вот это японец это чистый японец тоже садово-плотницко туристическая пила да в принципе это просто пила используйте и вы ее как хотите где хотите кстати ссылки ссылки я смогу вам дать только на эту пилу и на эту потому что бака вообще я заказывал у нас в минске мне привезли ее фискас я тоже покупал где-то у нас минске уже не помню где вот да и там ссылки вряд ли какие-то я найду если найду дам если не найду но ребят ну я думаю найти это все можно кстати не забывайте я говорил других видео последнее время идет очень много подделки фискас вот так что ищите оригинал есть питерский фискас не знаю насколько он плох хорош вот у меня же оригинал у меня еще фильм поэтому я могу как-то судить об оригинале значит пила силки компой вот такая пила это и пошка вот пила себя показала классная пила фиксируется сверху нажатием кнопки пила складная позиция 1 позиция 2 то есть если что-то пилить вот таким вот углом очень даже удобно и я вам скажу конечно чаще всего я эту пилу буду использовать в таком положении но обратите внимание загиб пилы бака после вот этих прямых пил прошу прощения ушел без кадра очень сильно мешает то есть если бы я пилил баком не было хорошо после прямой пилы когда я беру бака даже после вот этой вот честно сказать ребят самая говняная пила их всех но она идет в чехле и она пилит да но нужен хоть немножко небольшой нагиб загиб точнее рукоятки потому что прямой пилить неудобно неудобно сильным загибом пилить и прямой неудобно пилить потому что если вы обратите внимание то у них у всех есть хоть какой-то загиб вот у этой больше сирищу сильный загиб это через сюрприз мая у этой самый маленький зуб потому что даже давайте вот сейчас я сразу скажу по зубу по зубу и по длине полотна длина полотна это естественно говорит о том насколько мы будем пилить быстро и насколько мы будем пилить большие большого диаметра чурбаны ну во первых ребят в аудоре нам пилить большие чурбаны но я не думаю что вы толще вот где-то сантиметров 10 12-15 будете пилить значит фискарс как самая длинная вот лежит первое у нас 25 сантиметров длину и силки у нас длина лезвия 20 21 21 почему я сказал потому что обратите внимание какой здесь кончик естественно он не режущий он да он участвует в резе но он не режет на нем зуба нет а кстати обратите внимание у фискарса до конца но фискарса вылетел зуб то есть это единственная пила которая у меня сломалась вот бака же у нас длина 18 сантиметров и ганза 17 сантиметров всего лишь длина зубов также по размеру зубов я думаю вы видите что самый большой у нас фискарс то есть это у нас высота зуба 7 миллиметров на втором месте у нас пилосилки 5 8 почти 6 миллиметров высота зуба на третьем месте у нас бака 4 и 6 миллиметров толщиной высота зуба и на последнем месте 4 3 миллиметра это у нас ганза пилка вот если вы спросите для чего на ганза вот это вот выемка потому что в видео в обзоре я не сказал это для использования для огнив она сделана никому она нужна я не знаю но она сделана вот так же естественно если эти пилы рассматривать как пилы для аудора естественно немаловажный вес и самая большая самая громоздкая пила фискарс весит 240 грамм пила которая короче да не сильно она короче вот посмотрите давайте даже две пилы сложим вот она короче всего лишь насколько на где-то 3 сантиметра короче 3-4 сантиметра на короче ручка крепко короче но одновременно же она весит ровно столько же при этом у силки есть плюс у нее сменные лезвия у этой нет то есть если лезвие на сломается погнется затупиться можно даже вы не тащить мы идем покупаем откручиваем винты ставим новое вот у бака теоретически тоже меняется меняется лезвие кстати вес вес пилы и бака 185 грамм вот ну и естественно это самое легкое 75 грамм вообще вот у бака тоже меняется лезвие но я не видел пока что от этих пил об бака лаплендер я не видел пил в продаже пилок самих лезвий хотя с другой стороны по цене по цене конечно же бака стоит где-то в районе я не помню по 17 вроде бы баксов ребят я живу в беларуси я понимаю что огромное количество меня смотрят смотрят в россии но я вообще нихрена не понимаю в российских рублях в российских ценах я перевожу специально пересчитываю белорусские рубли сколько стоят эти пилы я не помню это вообще продается только с топором и с топором вместе в районе то что-то 3 2 с чем-то 1000 россии ну где-то 35 баксов будем так считать вот эти сколько я вообще не помню стоит ну вот это вот вообще вроде бы могу ошибаться но около 45 баксов стоит сколько я пошка стоит ну просто выскочил из головы я недавно делал на нее обзор ребят не помню не помню вот значит все эти пилы кроме пилы бака они не разведенные то есть то есть у нас в обухе пила тоньше чем в зубе благодаря чему рез получается легкий рез получается быстрый и рез получается гладкий если мы пилу используем где-то в столярке вот одновременно же по размерам обух пилы фискарс 1 миллиметр ровно и толщина по зубам они не разведены совершенно не разведены просто здесь идет утолщение металла вот хрен мы так увидим на камеру ну короче идет утолщение металла понятно если было пила еще разведена потому что размер рукоятки все это позволяет она вообще драла бы древесину для дров это конечно классно для подрезания где-то деревьев для использования в столярке это не всегда хорошо потому что рез получается более грубый чем сильнее пила разведена вот по зубы по зубу 1,33 миллиметра получается по лесу по зубу и один по обуху вот пила силки одна из самых тонких здесь пил по обуху 0,85 миллиметра получается по зубу один и один при этом пила режет очень классно очень гладко очень ровно и в принципе благодаря ее переключению что вот так вот мы можем пилить я на обзоре говорил что я подрезал ветку на даче стоя на лестнице вверху над головой было очень удобно очень легко вот в этом мне нравится ну и в принципе стопор ее хоть вот здесь такой рычажок да педалька такая сделана просто но обратите внимание вот я сейчас зажимаю пилу рукой да и даже если я буду держать прямо возле самого болта она не нажимать то есть нужно пальцем нажать именно на саму педальку и тогда пила закроется вот пила бака по большому счету вот может нажиматься прошу прощения вот так вот сбоку пальцем то есть когда мы сжимаем в кулаке может зажиматься но одновременно рукоятка очень удобная вот и по толщине по толщине хотя пила разведена вот это из тех пил что разведенные у нее вся плоскость имеет одинаковую толщину вот то есть пила бака 1 и 1 миллиметра но зуб разведен до 1 и 4 миллиметра ну и ну и пилка ганза тоже из неразведенных пил по обуху 1 и 1 по зубу 1 и 3 утолщение минимальное и на каких-то глубоких зарезках пила может чуть-чуть подклинивать но одновременно этой пилы самая узкая высота и я одновременно надоـ он таки жесткая так что пила благодаря тому что она более узкая не подклинивает меньше чем скажем фискарс вот у которого мы в принципе у физку Торс и также три сотки разница вот здесь 2 сотки разница здесь у нас получается три сотки разница и здесь получается у нас разницы сколько три с половиной сотки вот так что здесь три с половиной investing и половиной так что в принципе есть почти у них у всех три сотки разница получается вот по рукоятке как я сказал рукоятка это ну как бы выход из положения просто надо было что-то воткнуть в топорище внутрь сделали такую рукоятку это нехорошая неплохая это просто рукоятка за которую можно держаться у которой есть какая-то шероховатость сделана на из пластика bs ну вот есть темлячное отверстие что очень круто что очень полезно для чего если мы скажем вот бывали случае даже по целое видео про это снимал дам ссылку если не забуду если забуду наберите на канале в поиске темлячное отверстие вот очень полезно мы накидываем на руку у нас пила не упадет скажем если мы стоим на конец коряги и подпиливаем что нигде не сверху там скажем над водой вот или покинуть оврагом что вниз не лазить если мы залезли на дерево что-то подпилить очень бывает полезно кстати все эти пилы идут в блистере в блистере фискарс были в блистере бака с топором блистере только пила силки и пошка идет в коробочке что очень полезно по моему это очень классно когда пила в чем-то хранится и даже мы сюда можем с собой положить еще парочку запасных лезвий то есть место есть так как пила ложится не плотно есть место ну естественно понятно что разобрать мы можем элементарной монеткой ладно про подвеску про рукоятку обыкновенная рукоятка есть подвес классно есть подвес даже была такая лямочка кожаная в комплекте на конце рукоятки есть расширение рукоятка soft-touch такая вроде прорезиненная держится удобно но загиб немножко мешает хотя с другой стороны если не пробовать ничего другого пила классная пила фискарс пила фискарс как у всех фискарсов имеет яркий цвет что в принципе классно если где-то в траве валяется что вот это желтое имеет яркий цвет в траве что фискарс рукоятка классная вот но землячные крепления то есть тот же самый карабин здесь у нас нету хотя мы вот здесь можем есть место где просверлить отверстие но тогда при работе при работе будет попадать под палец и она немножко будет мешать я не просверлил только по той причине что один знакомый не сказал что не сверли потому что будет мешать если просверлишь она будет всеми цепляться так что или нам здоровенную веревку цеплять которая где-то вот здесь на этом уровне у нас будет вот или же как-то коротенькую пытаться пропихнуть через эту щель каждый раз чтобы она где-то вот здесь у нас вылазил и тогда мы ну сможем как-то ей работать ну короче дурь дурь полный не нравится мне нравится идея с этим карабином не к селу не городу вот карабин есть но не очень так как я уже говорил про замки кстати естественно это пила тоже сама не разлучится если мою как крепко закрутили но если мы ее слабо закрутили естественно может уйти но это она когда уйдет удариться нам в пальцы не сильно и мы ее сможем заложить но вот этот вот винт бывает мешает иногда ее было трудно выдернуть из рюкзака скажем вот она где-нибудь вот таким образом лежит в рюкзаке как всегда не заметили положили вниз головой и она вот этим винтом за что не цепляется то есть мне эта система не нравится все мне нравится насколько бы она не была надежная классная газ она мне не нравится она не продумана вот это вот и к тому же насколько пила и так здоровенная становится толще вот рукоятка ухватистая рукоятка в софт-тач как у любого фискерса задний угол подъем кстати пила работает в основном на себя вот подъем не очень сильный пила может по идее выскочить из руки но не выскочит то есть у топоров со схожими рукоятками загиб гораздо круче чем у этой пилы вот сама рукоятка плотная как я уже сказал много раз софт-тач покрытия но рукоятка самая громоздкая то есть в руку среднего размера опухоль на руке укусила насекомое вот то есть аллергическая реакция не подумайте что что-то случилось раньше ничего не случилось сейчас пройдет через пару дней значит рукоятка довольно таки громоздкая и вот скажем мне держать ее неудобно тем более когда я давал пилить супруге она говорила что рукоятка ну очень толстенная то есть очень толстенные вот здесь же более тонкая стоп-тач покрытие но неправильный угол по моему пила японец прорезиненная рукоятка просто идеально вот эти вот бугарки шипчики просто идеально просто классно просто фантастически лежит в руке ребят это что-то шикарное ты держишь эту рукоятку и ты не хочешь ее отпускать толщина как положено углубление дает как бы у них хорошее удерживание то есть захватывается пальцами но просто шикарно вот шикарно продуманная действительно рукоятка ничего не могу сказать самая удобная рукоятка вот так что по размерам по каким-то техническим характеристикам я все рассказал по металлам ребят я не знаю что вам сказать потому что да в принципе сделано из каких-то инструментальных стали режут они нормально пилами этим я уже попользовался много ну ганзы пользовался меньше всего да здесь никаких данных нету наверное конь сэндвик а вот сделано перекалено усиленно то скажем единиц 65 для зуба и обувь как всегда предпущен вот не могу ничего не сказать режут нормально ну и конечно же ганзы я сказала я просто вот включил в обзор потому что я включил камеру я видел что на здесь лежит у меня вы подумал почему бы ее не включить так как она просто здесь рядом есть значит ну что хватит разглагольствами давайте попробуем порежем давайте попробуем порежем скажем вот обыкновенную деревяшку сколько здесь сантиметра 4 на диаметром вот три с половиной четыре давайте просто порежем что долго не заморачиваться не резать бревна никакие ну и в принципе я думаю вы прекрасно понимаете что длины этой пилы вполне хватит на разрезание вот этой доски даже вот возьмем самую коротенькую бака ей это можно ее разрезать вот всеми этими полами можно чтоб не за затягивать видео будем резать эту деревяху и посмотрим нарез посмотрим как она резко как она идет сейчас займут кусочки представлю камеру и включить опять ну что значит давайте начнем испытания пила фискар с с w 75 длина 25 сантиметров вес 240 грамм в опухе один по зубу 133 миллиметра вот высота зуба 7 миллиметров давайте вот отрежем кусочек этой деревяшки как вы видите вперед на пила начинает гулять зарез на себя очень крутой получается и сразу очень хороший прорез пилой можно управлять скажем двумя руками вот так вот вот то есть пила работает только на себе только на себя если не давить заходит хорошо если давить заходит ужас то есть сразу начинает вырывать огромные кубки древесины следующая пила следующая бака бака длина вес 185 длина зубьев 18 сантиметров значит 11 расширение до 14 ну и высота зубы 46 то есть пила которая работает под углом двумя руками здесь не возьмешься только одной рукой кстати как и это как и пила фискар с вы видите что вперед начинает бежать на себя вгрызает то есть зуб расположен на себя рез получается более грубый камера не берет вот на ощущение на ощупь врез более грубый но было очень быстро то есть для травишек наверное будет вот это лучше быстрее так скажем японская пила силки гомбой 240 грамм резиновая рукоятка 20 где-то 21 сантиметров с этим уголком рабочее полотно вот зубья высота зуба 5 и 8 десятых миллиметра в 0 85 миллиметра обух и 11 по зубу значит рез запил тоже на себя идет то есть что в принципе удобно при дом запил посмотреть какой аккуратные гладки вот то есть очень гладкий происходит запил и пила конечно режет будь здоров как нож масло при этом очень гладкий получается срез вот перед быстро а если взять на силу ну четыре провод прохода и пила точнее и деревяха даже рулетку метать три с половиной сантиметра четыре прохода пила от топорика ганза которая в конкурсе сказать нашем сравнении не участвует я выйти немножко деревяшка метр удобнее будет в конкурсе нашим сравнение не участвует на всякий случай я показал пышно было под рукой значит длина 17 сантиметров длина пильного полотна по обуху она у нас один и один по зубу 1 и 3 то есть 0 2 только разница высота зубы 4 и 3 десятых миллиметра и весить всего лишь 75 грамм притом прямая рукоятка ну рез относительно ровно но вы видите что она острая конечно она острая но по сравнению с предыдущими пилами она вообще хрен работает когда мы берем любую из этих пил вот и буквально за четыре прохода у нас отрезается таблетка даже очень тонкая вот смотрите то вот эта пила естественно вообще почти что не пили но она и вне конкурса какую бы пилу выбрал я ну в принципе я вам скажу что все эти пилы выбрал я вот но на сегодняшний день если бы я брал как какую-то туристическопоходную пилу я бы взял естественно пилу японскую она удобнее всего лежит в руке у нее сменные лезвия я всегда могу взять запасное вот да и эргономически она сделана более удобно более продуманно притом режет очень хорошо и у нее самое тонкое лезвие благодаря чему благодаря чему эта пила ее легче протягивать она меньше надо усилить то есть рез меньше да меньше древесины я вырезаю для того чтобы разделить скажем чурбан на пополам на втором месте пила бак пила бака дешевая надежная сколько и лет она работает ни разу я не тащил перепилил и кучу всего пила класс физкорс на самом последнем месте я люблю физкорс ребята всей души люблю эту компанию делай хорошие вещи но пила это можно сказать больше она не туристическая какая-нибудь автомобильная то есть кинул ее в багажник и она валяется на всякий случай вот так в принципе у меня часы происходит то есть это пила которая лежит у меня в багажнике машины и если надо напилить дровишек то я ее достаю и пилю вот пила ганза вне конкурса это всего лишь как какой-то доп к топору вот и поэтому мне трудно ее судить также у пилы сил есть чехол вот в которой в котором ее удобно можно носить транспортировать она не испортится ничего страшного не случится да для пилы бака у меня удобно используется вот этот вот чехол который был мне давным-давно подарен юрием петровским сюда эта пила отлично входит естественно с темлячком и легче отсюда вынимать но ее можно крепить где-то на рюкзак и на какую-то стропу на молли и так далее и тому подобное и собственно говоря даже на поясе можно закрепить и носить с собой вот ну понятно что эту пилу тоже сюда можно положить а там тоже также пусть я прекрасно чувствую вот пила фитнес большая и для переноски неудобно я понимаю что есть у искусства другие модели но в принципе она будет просто другая модель немножко короче но рукоятка будет такая же толстая и те же самые неудобства что есть в этой модели они будут здесь то есть будет торчать вот этот винт будет прятаться темлячный подвес рукоятка будет также толстая и то есть все те же плюсы что есть в этой пиле они останутся и все те же минусы что есть в этой пиле они тоже ставлю столько добавится то что еще будет короче лезвие она будет конечно грамм 20 30 40 легче но но все равно она никогда не будет не вот этой пилой и не вот этой пилой так что мое мнение вот эти две пилы лучше чем физка на этом все ребят всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки делимся своим мнением говорим может быть какие то есть еще пилы подобные может быть что то есть лучше пожалуйста не кидайте ссылки просто напишите модель купил и я буду вам за это очень признателен или какие-то параметры которые вы хотите высказать вот тоже покажите мне и я буду вам за это признателен скажу огромное спасибо так как просто на моем канале есть правило где мы не кидаем ссылки на этом все ребят всем пока и и и